Шаварш Владимирович Карапетян Он занимался подводным плаванием и в своей дисциплине поставил множество рекордов. Шаварш – заслуженный мастер спорта, 7-кратный чемпион СССР, 11-кратный рекордсмен мира, 13-кратный чемпион Европы и 17-кратный чемпион мира. Но всемирную известность он получил за отвагу и мужество. В его жизни было несколько случаев, когда он спасал людей от неминуемой гибели. Первый такой случай произошел в начале 1974 года. Шаварш Владимирович ехал в автобусе с тренировки в Ереван. В салоне было около 30 человек. На одном из подъемов двигатель забарахлил, и водителю пришлось остановиться. Он вышел из кабины, и в этот момент автобус покатился по наклонной поверхности. Шаварш – первый, кто заметил отсутствие водителя. Он разбил локтем деревянную стенку, которая отделяла кабину от салона, и вывернул руль, направив автобус в сторону горы. Таким образом избежали падения в ущелье, и все остались живы. Но следующий случай по спасению людей действительно сделал его всемирно известным. Шаварш совершал пробежку со своим братом Камо и тренером. Это происходило утром 16 сентября 1976 года у Ереванского озера. В это время по дамбе ехал троллейбус. И вдруг, потеряв управление, он рухнул вниз в воду. Через несколько секунд его уже не было видно. Троллейбус погрузился на глубину 10 метров. Шаварш и его спутники бросились к месту аварии. Не останавливаясь, половец нырнул в ледяную воду. Нащупав лестницу, которая ведет на крышу, ухватился за нее и, что есть мочи, ударил ногами по заднему стеклу. Сразу нащупал чье-то тело и потянул его на поверхность. Вынырнув, передал его Камо. Спасенного человека брат быстро доставлял до берега. А там на машину и в больницу. В холодной воде Шаварш провел более 20 минут. Вытащил около 30 человек, но спасти смогли только 20. Из-за множества порезов у Шаварша было общее заражение крови. Кроме этого, он получил двустороннее воспаление легких. Несмотря на то, что такое заболевание требовало длительное лечение, уже спустя полтора месяца он встал на ноги и вскоре начал тренировки. Многие годы никто не знал о данном происшествии из-за тогдашней советской системы. Но в 1982 году вышла статья о событиях на Ереванском озере. Шаварш и Карбетяна даже толком не вознаградили за этот героический подвиг. Но Шаварш ничего не ожидал, да и людей спасал не из-за наград. В феврале 1985 года Шаварш Владимирович спасал людей уже от другой стихии – огня. Он был возле спортивно-концертного комплекса в Ереване, когда увидел, что здание в огне. Недолго думая, бросился спасать попавших в беду людей вместе с пожарными. Благодаря его мужеству были спасены многие люди. Получив серьезные ожоги, лежал в больнице. С 1991 года Шаварш Карпетян вместе с семьей живет и работает в Москве. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!